Всем привет, дорогие друзья, вы на канале LinHustle, и сегодня в X-Empire стала доступна возможность минтить NFT в токенах. То же самое было в ноткоине, кто помнит, там можно было создавать ваучеры ценностью в 10 тысяч ноткоинов, и самое забавное, что тогда они торговались по полтора-два тона, а в итоге они стоили в пике 27 тысяч рублей. То есть их можно было купить, я даже знаю людей, которые скупали их по тону, то есть тогда это было где-то 400 рублей за штуку, и уходили в плюс, получается, в 50, а то и 60 раз. Ну то есть это было очень умно, но опять же предугадать, что будет такое, было почти невозможно, но вот некоторые люди справились. Ну что ж, давайте я вам расскажу, зачем они нужны, за что их дали и что с ними делать. Итак, значит, находится это в разделе город, минт NFT, вот у меня их 6 штук. Я получил 6 штук, написано, что они даются за развитие своего героя, и если его развивать, то появится еще шанс. Вообще в среднем, я смотрел, люди получили 1-2, объясняю, какой же критерий основной. Основной критерий, как бы это ни было печально для обычных игроков, это количество рефералов. У меня их 90 или 91, я получил 6. Если у вас их 0, вы получаете 0, если у вас хотя бы 1, то вы минимум 1 получаете, от 5 вроде бы 2, от 10 3, и дальше уже сложнее, там надо по 20+. То есть никак доход в час не влиял, кучу скриншотов видел, где у типов прибыль час там 130 миллиардов, а все равно они не могут создать ваучер. То есть это исключительно от рефералов зависит, возможно, это какую-то плюшку давало, но судя по скриншотам вообще нет, потому что условно я видел скриншот, где у человека мог создать 96 ваучеров из-за того, что у него что-то 50 тысяч рефералов. Ну то есть там какие-то баснословные, но при этом прибыль час у него вообще не прокачан, он на этом даже не стал фокусироваться. Поэтому просто вам рекомендую завести друзей, либо ботов, как хотите, купить где-то рефералов, если вы хотите вот в этом участвовать. Значит, один минт одной штуки стоил примерно 30 рублей с учетом всех комиссий, и они придут на кошелек. Далее их можно продать на вот этом премаркете на платформе GetGames. Итак, давайте вот сейчас обновим, в данный момент всего 10 предложений, ну это очевидно тем, кому они дошли, и в среднем минимальная цена вот 5 тонн, то есть 5 тонн это где-то 2,5 тысячи рублей, может быть чуть меньше, за одну, за один вот такой ваучер. В чем их фишка? Ваучеры это, можно сказать, монеты до их листинга, то есть 69 тысяч монет, всего их будет 69 миллиардов, и здесь вот один ваучер 69 тысяч монет. То есть, если вы их сейчас обменяли, и они у вас будут в виде NFT, после листинга вы сможете обменять их на монеты, то есть вам можно будет их конвертировать, и вам придут они в виде монет. В чем смысл, соответственно, вот этого премаркета? Потому что люди не знают, сколько будет стоить монета на листинге. Условно, представим, что монета будет стоить 1 рубль. Тогда, для реализации этого хитрого плана, общая ликвидность должна быть 69 миллионов рублей, что чуть меньше миллиарда, ой, миллиардов, да, миллиардов, чуть меньше 1 миллиарда долларов. Много это или мало? Ну, смотрите, у нуткоина почти 2 миллиарда долларов, поэтому здесь, ну, я сомневаюсь, что они догонят. Ну, допустим, одна монета будет 69 копеек, то есть, ой, одна монета будет 10 копеек. Тогда мы зачеркиваем 1,0, и у нас получается 6900 рублей будет стоить монеты, которые вы получаете за этот ваучер. Но это если она будет 10 копеек. Если она будет 1 копейку, одна монета стоит, то будет 690 рублей. Если десятую часть копейки, то 69 рублей. То есть невозможно угадать, сколько она будет стоить. Не обязательно ровные какие-то числа брать, там 1, 10 копеек, или можно какую угодно, 15 копеек, 47, без разницы. И суть этих торгов, что, возможно, человек, который продаст за 5 тонн, уйдет в минус, потому что в будущем, через 20 дней, она будет намного больше, как и было, собственно, с нуткоином. Разумеется, я продавать ничего не буду, хоть и 5 тонн, в принципе, неплохо, особенно имея 6 таких ваучеров. Ну, они еще, конечно, не пришли, но как только они будут, очевидно, цена чуть просядет, потому что много людей хотят продать, но я бы точно не стал. Но и закупать вам не рекомендую, потому что тоже это X-Empire, это не проект, который супернадежный для того, чтобы вот, да, да, он будет стоить. Как они будут поддерживать, не знаю. К тому же, напоминаю, что 20% с продажи вами будет удержано на ликвидность будущую. Они об этом написали, то есть вы продали за 10 тонн, условно, один такой ваучер, и 2 тонна себе разработчики забрали, чтобы влить это в ликвидность при выходе монеты. Зачем это нужно? Чтобы на старте торгов какую-то стоимость уже гарантировать, потому что без ликвидности монеты стоят 0. Вот так вот, кстати, выглядели эти ваучеры ноткоина. Конечно же, очень много скама было с ними связано, потому что их отправить было очень легко. Просто нажимаешь «Отправить», и все, у тебя ноткоины вот так вот улетели. Жалею ли я, что тогда не закупил? Конечно, жалею, потому что где вы еще найдете инвестицию, которая за 2 месяца выросла в 40-60 раз? Такое вам ни один банк не предложит. И, разумеется, это все удача и высокорисковые активы, ну, как и вся, собственно, криптовалюта. Чтобы продать, вам нужно будет зайти на сайт GetGames. Уже приконнекте сюда свой кошелек, на котором у вас лежат тонны. Здесь у вас будут вот такие вот NFT-шки. Кстати, вот такие SBT-значки вы можете забирать в Telegram-канале. Вот, вбивайте вот это в поиск, поскольку сейчас мне не дают YouTube размещать ссылки в описании, потому что я не угрожаю шорцы. Ну, когда начну, смогу опять. Можете вот такие NFT-шки здесь забирать. И, значит, у меня, к сожалению, на данный момент все NFT не продаются, но если в случае ваучеров, там будет кнопка «Продать». Просто выставляете, платите небольшую комиссию после продажи и 20% вас еще заберут. Надо ли оно вам? Не знаю. Ну, за, значит, ценами вы можете следить по вот этой ссылке. Опять же, я ее выложил здесь в Telegram-канале. Вот она здесь. Переходите обязательно. Кто еще не играет в Mask Empire, тоже переходите в закрепленном посте. Будет ссылка. Присоединяйтесь к нам. И на этом, я думаю, все. Я рассказал, как что работает. То есть вам только решать, закупать ли их. Вот сейчас точно не надо, поскольку предложение пока слишком маленькое. Всего 10 ваучеров, скорее всего, выложено вообще разработчиками, поскольку я просто не вижу альтернатив. То есть эти ваучеры появились на GetGames раньше, чем вообще появилась возможность их чеканить. И пока я не видел, чтобы кому-то на кошелек они пришли. Потому что если бы пришли, уже бы кто-то точно выставил. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем пока.